То есть, если локация не пошла, нам нужно примерно 5000 рублей на грузчиков и газельку, и еще 1010 на оплату аренды в новом месте. Если бы я не поиграл в денежный поток, я бы с тобой не стал вообще делать бизнес, потому что я поиграл, увидел стратегии и принял решение, так уж и быть. Вы как будто бы, не знаю, друг к другу устроились на работу. Когда ты в партнерстве, у тебя снижается ценность вот я, 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 мое, мое, мое. А какой процент людей, которые выстраивают свой бизнес успешно после лайк-центра? Пока Аяза не посадили, ежедневно были планерки с ним. Последний продукт мы купили за 50 миллионов. Но того стоит. Отличное годовое введение ставничества с Аязом. Гарантия выручки и арт с рентабельностью более 10%. Не жалко было вложить больше, чем вы получаете в год? Не, ну мы же понимаем, что мы вырастим. Наши поставщики, некоторые такие, типа, типа, чтобы бизнес вложили, там мне скажут фантазер-сказочник, актеры поменяйте. Бизнес – это далеко не всегда про только цифры и показатели. Ты очень сильно можешь потрепать здоровье свое, можешь очень долго с какими-то моментами внутренними, не соглашаясь соглашаться по факту. Налоги – ройалти государство просто. Вендинг – растущая сфера. В России он слабо развит относительно других стран, допустим. Но он растет. Ставьте лайки. Возможно ли соединить лидерство и партнерство? Есть ли место вендинговому бизнесу в законодательстве? Курсы АЯЗа – реальная польза или мошенничество? Сегодня мы обсудим это с основателями сети Капслокер, кофейной точки которой есть в 91-м городе страны. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Добрый день, это канал BiziSpace. Я Людмила Хватова. Сегодня с нами основатели сети Капслокер, Капслокер Кофе. Алексей Васильев и Данил Кравцов – сооснователи. Всего лишь за 2,5 года ребята смогли открыть 400 точек, и 120 сейчас находятся на стадии открытия. Ребят, скажите, кто из вас чем занимается в данном бизнесе? На мне по большей части это наши все франшизи-партнеры. Реализация услуги франшизы, обучение, то есть производство, торговый дом. Мы продаем дальше индиенты, кофе-стаканы. И я делал заботы о нашей девочке, которая помогает партнерам открываться. Ну и внутри компании финансы, допустим, инвестиции – это тоже на мне. На вы? На мне ключевые направления – это команда, сбор с команды, то есть найм, полный весь цикл интеграции, адаптации. Ну и в целом я работаю с командой, и по большей части с нашей именно управляющей компанией. Маркетинг, продажи, то есть отделы тоже по редогенерации и по отделу продаж. И также у нас есть отдел по подбору локаций, мы там ищем локации для наших партнеров. Соответственно, этот отдел тоже курируется мной. Как вообще вы, будучи изначально выходцами из рекламного бизнеса, каждый из вас был основателем рекламного агентства, вдруг решили заниматься именно этой сферой, именно кофе и еще и вендинговые аппараты, то есть не кофейни там какие-то открывать, да? Ну, началось все с меня. Я еще в 2019 году пробовал открыть кофейню с Бориста. На меня-то не вышло, я ушел небольшой минус на 150. Потом в 2020 году в конце у меня вот маркетинговое агентство было, и я хотел дальше его развивать. Тогда мы еще там в бизнес-клубе стояли, там стала такая предлагаться тема, что дойти до миллиарда. Я проанализировал рынок конкурентов, понял, что это будет сделать сложно. И я стал искать другую нишу, где это может быть сделать проще. В финале было 4 ниши, это секшопы, сетка, сеть каких-нибудь моностудий красоты, там типа брови, ресницы, не знаю, ногти, wildberries, и вот кофейня самообслуживания. Тогда кофейни только запустились, по сути, потому что карантин, и в карантине они сильно развились. Вот именно самообслуживание без сотрудников, но качество кофе это такое же. Анализировал, стал в этом направлении наработать, привлекал первые инвестиции на первые кофейни. Я именно об инвесторов обстукивал идею, чтобы типа адекватно, неадекватно. И с Лешей мы были уже знакомы на тот момент, по маркетингу общались. Я предложил ему также, Леша согласился помочь с инвестициями, а потом предложил, говорит, давай запартнеримся. Ну и мы общались, общались, в итоге стали партнерами. Ну и все, и то есть как бы идея родилась у меня, а потом мы ее вместе на стадии идеи начали реализовывать. И первую кофейню мы открыли вместе 18 апреля 2021 года, и только мы в этом году узнали, что это оказывается день международного кофе. Международный день кофе, да, 17 апреля. Ну вы попали по всем. Это просто была случайность. У меня просто был запрос под новый проект. Хорошая ниша в растущем рынке, в котором можно будет хорошо зарабатывать, как-то реализовываться как предприниматель. И так как агентский бизнес, это больше такая история про лиды, то есть что-то, что сложно пощупать, то есть через продукты. Неосязаемые. Ну да, неосязаемые, через продукты партнеров, клиентов только, но это немножко не то. И, собственно, когда Даня мне рассказал про эту идею, я начал помогать поискам инвестиций, я подумал, что, во-первых, я могу помочь с инвестициями. Потом пришла в голову мысль о партнерстве, и вообще, в принципе, чтобы я проинвестировал именно в первую кофейню. И для меня просто это было, помимо того, что это была растущая интересная ниша, это еще и возможность сделать какой-то продукт, который будет стоять где-то в торговых центрах, в каких-то магазинах. То есть сейчас до сих пор это очень прикольно ощущается, когда ты идешь и случайно натыкаешься на свою кофейню. То есть ты даже не знал, что там стоит, потому что партнеры развиваются довольно активно. И ты смотришь, о, это мой продукт, он здесь стоит. Это такое прикольное, на самом деле, ощущение, которое, конечно, не основное, бизнес все же, это деньги, развитие, но это фактор только тоже очень важный был. И вот сейчас у нас вот это возмещение идет как раз с помощью живого продукта. Я недавно смотрел конкурентов, когда мы только начинали, они случайно находили кофейню. Я всегда хотел, чтобы мы так же случайно находили. На выходных на ВДНХ был, зашли в магазин, а там стоит кофейня. И я такой, о. А вы как-то, ну, согласовываете адрес, точки? Или вы как-то смотрите, ну, есть торговый центр, значит, нужно открыть вообще без проблем? Не, наша задача как управляющих… А следуете трафик ли вы? Какая у нас модель? Вот мы продаем готовый бизнес и обучаем человека его запускать. То есть наша здесь задача в том, чтобы предоставить максимально готовое решение для партнера, чтобы он не настраивал сам кофе, чтобы он не настраивал оборудование, то есть не подбирал там коннекты. То есть он просто по инструкции там взял 1, 2, 3, у него все заработало. И обучить его всем аспектам бизнеса. То есть мы учим не только, как там кофейню запустить, но как строить бизнес. То есть как там ассистенты найти, как найти сотрудников, как ими управлять, как финансовый учет делать. Ну, сейчас это упаковкой называется, да? Ну, не совсем упаковка. То есть мы просто обучаем, ну, многие конкуренты учат чисто как открыть кофейню. У нас дополнительно, то есть вот бизнесовые штуки, которые нужны предпринимателю, мы их тоже обучаем. И вот относительно локации, мы просто даем хорошее обучение, по которому человек может найти себе локацию и самостоятельно принимать решение, ему открываться или нет. То есть мы не согласуем, потому что здесь локация, ну, самая важная у нас, но в то же время это самый большой риск. И в то же время этот риск, он очень дешевый. То есть если локация не пошла, нам нужно примерно, ну, 5000 рублей на грузчиков и газельку, чтобы перевезти, еще 1010 на оплату аренды в новом месте. То есть ты, ну, не пошла локация, нашел новую аренду, перевез, вот потратил там 10-15 тысяч рублей. Из-за этого гораздо дешевле просто ставить, тестировать, переезжать, чем проводить глубокие анализы, ну, потому что глубокий анализ будет стоить там 50-100 тысяч рублей. Но решение принимает франчези, да? Он может обратиться к нашим менеджерам и спросить, типа, я там, допустим, сомневаюсь, вот подскажите, что думаете? И менеджер подскажет, там, да, свое видение еще даст. Ну, а так он самостоятельно понимает решение. Мы везде вообще абсолютно говорим, и вот сейчас я там перезаписывал обучение по подбору локаций, что вообще, в принципе, локация — это, по большому счету, главный аспект вообще этого бизнеса. Потому что оборудование, безусловно, оно у нас продуманное, там, всякие фишечки, все удобно. Но если, ну, будет прекрасная кофейня стоять на плохой локации, она будет давать столько же, так же мало денег, если бы это было просто с толстым, с кофейным аппаратом. И локация — это главная вообще функция нашего партнера. Поэтому мы обучаем, мы обучаем искать, мы обучаем менять, и мы приучаем, в принципе, партнеров относиться проще к вопросу локации. Ну, то есть, если вдруг у тебя там одна локация не пошла, вот смело перевози, ищи, постоянно ищи новые локации, потому что, ну, те, у кого у нас несколько кофеин, они так и работают. То есть, у них там, допустим, пять кофеин, три локации у них хороших, две не очень. И, соответственно, он берет самую худшую и переставляет ее. Потом все, она там стала нормально, он у нас. Ну, и, короче, вот так вот потихонечку вся сеть улучшается. Поэтому важно очень, мы можем найти локацию, но ключевое, чтобы у наших партнеров была эта компетенция, потому что это главная функция в бизнесе. Ну, в целом, любой собственник кофеин и самообслуживания, у него две самые главные функции. Первая – это локация, а второе – это наладить дальше обслуживание стойки, поддержание качества и чистоты. Потому что, если стойка будет грязная, если кофе будет ухудшаться со временем, да, там не будет поддерживаться качество уровень, то продажа падает сильно. То есть, вот у собственника кофеин и самообслуживания две функции. Локацию найти и дальше поддерживать ее работу в надлежащей качестве. Я об этом спрошу поподробнее чуть позже. Вы упомянули бизнес-клуб. Что за бизнес-клуб? И значит ли это, что вы бы без этого клуба не смогли открыть этот бизнес? Это Лейк-центр. А, Лейк-центр. Да. Ох, как много вопросов сразу в голове возникло. Да без, наверное, смогли бы, но просто идею этого бизнеса я там увидел, у участников. Поэтому, возможно, я бы ее не увидел. С точки зрения бизнес-клуба любого, но мы просто разные и состоим, и ходим, и на разное обучение ходим. На вопрос, ну, наверное, контента, целенаправленности, дальше как ты его применяешь. То есть, вот у нас же тоже партнеры есть там, которые есть хорошие результаты, а есть не очень. Вопрос в чем? Вопрос в их действиях, потому что контент-то они одинаковые получили. Как вы относитесь к идее бизнес-клубов в принципе? Вам заходит это? Да, очень. Это отличная история. Бизнес-клуб, он же может в разных проявляться, в каких-то формах. Но мне кажется, вообще, одно из самых сильных вообще аспектов бизнес-клубов – это взаимодействие с другими людьми. То есть, пообщаться, обменяться опытом, найти новые решения. Потому что, ну, там, проводится, допустим, там, мастер-группы какие-то, когда проводятся, 10 человек, допустим, штурмят над одной проблемой какого-то человека. И у каждого свой опыт какой-то. И в итоге ты получаешь очень большое количество внешней обратной связи, которую, если ты не будешь участвовать в таких движухах, тебе особо неоткуда взять. Что-то можно подчеркнуть из Ютуба, но в Ютубе, как правило, общие какие-то советы. Это, типа, там, делай так, делай вот так. В таких вот, на таких мероприятиях можно именно какую-то свою ситуацию разобрать. Вот. Ну и в целом, мне кажется, любой бизнес-клуб, если внутри самого клуба все проходит экологично, он в любом случае способствует развитию предпринимательства. И мне кажется, это очень хорошая история. Есть очень распространенное мнение о том, что это больше про теоретиков, нежели про практиков. То есть там собрано много людей, которые знают теорию, знают вот эти все постулаты бизнеса, но свой бизнес успешно мало кто построил. Ну, это не так. Ну, допустим, в лайк-центре я являюсь тренером, и ко мне приход сегодня запуск нового потока был. Ребята... Вы громче, громче говорите, что вы являетесь тренером, и сегодня был запуск нового потока. А то как-то скромно, видимо, ввиду текущих событий. То есть события-то что, это никак не влияет на работу лайка особо. Я понимаю. И ребята приходят, там сотни тренеров сейчас, и мы учим их открывать бизнес. То есть я им не продаю свою франшизу, я им рассказываю, как открыть бизнес на кофейне самопослуживании. Естественно, ну, разве мы теоретики? Да не совсем. Но, и очень важно понимать, допустим, что консалтинг, да, который многие не любят, это обучение людей. Ну, типа, как учить в школе. И обучение и делать самому – это два разных бизнеса. Вот почему мы не строим свою сеть? Потому что это совсем другой бизнес, там другие процессы. И если мы будем заниматься и тем, и тем, то у нас результаты будут хуже там-там. То есть мы в самом начале вот выбирали, куда идти, свою сетку строить или пойти по франшизе. Мы пошли по франшизе. Вот, то есть, и вопрос знакомый мне недавно, я его делал у него, кусок у него интервью, Эдди Гурдинович, основатель Прайс. Хорошая у него фраза была, что, типа, инфоциганство. Говорит, если просто обещают заработать, ну, типа, там, какие-то деньги, там, с гарантией особенного результата, то, типа, это можно назвать инфоциганство. Но если предоставляет информацию, цифровой контент, то, типа, это просто цифровой контент ты покупаешь. Но, а чем там, вот, словно, бизнес-клуб отличается от клуба, не знаю, этих мамочек или клуба девушек, которые мыловарением занимаются? Я вам скажу самый такой весомый аргумент, то, что многие люди влезают в кредиты. Основная претензия, как я вижу, да, в СМИ, это то, что пострадавшие, условно, пострадавшие, так их называют люди, от деятельности лайк-центра, да, от деятельности АЯЗа, это те люди, которые залезли в огромные кредиты, в том числе в микрокредиты, им пообещали, там, то, что они достигнут какого-то успеха. Смотри, я в бизнес-клубах 5 лет, ну, в лайке 5, я был в других бизнес-клубах, там, допустим, Тера, Реформа, Клуб 500, у меня там много знакомых, вот. Допустим, про эти 4, по которых я знаю. Лайк больше направлен на запуск бизнеса с нуля, да, и есть отдельные примерные программы, которые на раскачку, то есть когда ты уже зарабатываешь, там, 300 миллион, и дальше, там, на 5 выходишь, на 10 и выше. Тера, допустим, у них направленность на развитие бизнеса с помощью управления, управления командой. Вот мы сейчас туда ходим, учимся там. Потом Реформа, это больше комьюнити-сообщество, то есть у них очень много всяких мероприятий, направленных на нетворкинг. Вот, то есть там обучение есть, но оно, как бы, такое, ну, оно там не профильно, как бы, стоит. Клуб 500, это тоже, по большей части, типа, нетворкинг, пиар какой-то, вот, да, типа, выезды, тусовка, вот, но там тоже мало обучения. И, как бы, каждый клуб разный, и никто там никого, ну, типа, не заставляет, не разводит, потому что люди сами всегда понимают решение, идти им или не идти, и возвраты есть. То, что, если мы будем обсуждать сейчас текущую ситуацию, которая происходит, я знаю девушку, которой мы с ней вместе учились, которая вот подала иск, и мне кажется, там просто личное обидование, потому что была ситуация, когда Аяз не похвалил ее, а поругал, хотя она сделала классный результат. А что было этим классным результатом? Она-то 3 миллиона заработала, вот, Аяз-то поругался, говорит, ты ничего не сделаешь с того, что я тебе сказал, могла бы шесть заработать. И это повод для риска? Ну, он там жестко ей сказал, вот, но обиженная женщина страшна. Вот Леша, когда мы сотрудника увольняли, я говорю, давай просто, блядь. А Леша говорит, не, подожди, говорит, с девушками нужно расходиться как минимум в нейтрале, чтобы не была никто обижен, потому что иначе может засесть, чтобы потом будем мстить очень долго. Вы считаете, что это как-то разделяется по гендерному признаку? Нет, у мужиков есть свои прикоры. Это сейчас не обиды девушкам, просто... Тут не обида, тут просто интересно, вы с мужчинами не сталкивались с обидчивыми? Наверное, есть такие, но я не сталкивался. Но, смотрите, исков-то очень много подается, самых разных не на все иски обращают внимание, даже на публичных персон много исков подается. Три года человек копал в одну точку. Вот вместо того, чтобы развивать свой бизнес, сколько времени и энергии? Хотя, ну опять же, по словам ее, она зарабатывает неплохие деньги, тогда зарабатывала. Но разве, неужели ей нужно идти там полтора-два миллиона? Она в месяц больше зарабатывает, зарабатывала, не знаю, как сейчас. Но типа, это точно не та цель, которую нам преследуют. Ну в любом вопросе, вообще в любом вопросе, всегда же есть две стороны. Если что-то происходит, ну то, что сейчас происходит, значит оно все равно происходит небезосновательно. Какие-то, наверное, действительно механики, возможно, стоило как-то подправить. Например, мы, допустим, в своем бизнесе в определенный момент стали делать отборы партнеров, потому что наш бизнес с виду кажется простым, а когда, допустим, люди идут строить сетки, на объеме становится тяжелее. И у людей, когда вот не сну, не состыковывается ожидание с реальностью, то есть они думали, что придется типа тратить там 15 минут, а 15 минут это на одну кофейню нужно тратить. Если ты одну покупаешь, у тебя 15 минут, а если у тебя типа 5-7, то дольше. И они, соответственно, ну у них там дезмораль, и соответственно, они просто не готовы были к этому. И когда строишь, допустим, сетку из кофейни, то ты должен быть более подготовленным, у тебя должны быть более мощные цели, запрос должен быть другой. То есть ты должен хотеть много зарабатывать, и тогда ты можешь строить сетку, тогда ты будешь справляться со всякими проблемами, со сложностями. Но это уже такой полноценный бизнес. Поэтому мы внедрили отбор такой на старте. Мы сразу видим, если человек, ну такой, то есть он не инициативный, он не готов фигачить, ну, наверное, ему типа нужно одну кофейную открыть спокойно и просто там свои 60% годовых зарабатывать. Возможно, стоило просто действительно какие-то там премиальные продукты, просто более жесткий отбор делать, потому что нам сложно судить, потому что то, в чем мы участвуем, мы перед тем, как зайти на какое-то направление, на какой-то курс, мы его 20 раз обсудим. Ну, то есть нужно, не нужно, какую пользу мы с этого получим, как мы применим навыки, как мы применим нетворкинг, как мы применим… И, как правило, все, куда мы заходим, дает нам результат. Потому что у нас есть бизнес, и мы с головой подходим к выбору направления. Поэтому нам сложно, допустим, сказать, чем руководствуется человек, который с нуля заходит. Возможно, действительно, те, кто заходит с нуля, их нужно просто более тщательно на старте отбирать, чтобы те, кто не готов, кто просто как малышок, ему еще рано, то есть ему нужно сначала на каких-то более ранних этапах какие-то базовые штуки изучить, таких, допустим, не пускать на программу. Возможно, что-то такое и нужно делать. Но, опять-таки, почему нам сложно за этих людей говорить? Потому что у нас другой подход. Мы понимаем, как работать с кредитами продукты, мы понимаем, как работать с обучением. И поэтому то, чем мы пользуемся, у нас, как правило, довольно умело превращается в результат. И если подходить именно так, то таких результатов будет очень много. Какой процент людей, которые выстраивают свой бизнес успешно после лайк-центра? Мы не сотрудники лайк-центра. Вы тренер. Но я же не сотрудник все равно. Тренер – это стороннее приглашенное лицо. То есть у нас договор просто, по которому мы условно работаем. Мы работаем бесплатно. Но договор есть. А вы работаете бесплатно? Как тренер, да. Ну, то есть с аудиторией там же кто-то все равно к нам приходит. Но вы заинтересованы в том, чтобы привлекать к себе, правильно? Вы таким образом себе ищите франчайзи в том числе? Ну, в том числе, да. Но мы там не можем продавать напрямую. То есть нам это запущено делать. То есть мы просто рассказываем там на примере своих кейсов, нативно, да, продаем. И кто-то часть, естественно, у нас покупает. Часть кто-то покупает на стороне, там, часть покупает бушные, открывается, как бы. Ну, я ко всем отношусь одинаково. А относительно результатов, слушай, не могу сказать, какой процент. Но вот по статистике, я помню, что у них был продукт одновременно, что деньги с нуля или быстрый запуск, что-то, он шел полтора или два месяца. Там у них был результат, что 80, больше 80% участников увеличивали свой доход. И там что-то процентов всем оставались на том же уровне. А еще 13, не помню, куда они там. То есть, ну, допустим, на примере меня. Первый продукт, который я купил, это была «Долина». Сейчас такого нет продукта. Это типа текущего… Ну, он уже полтора месяца, там, шесть встреч. Я пришел, зарабатывал 20. Делал сайты и рекламу. Я купил курс. И потом я вышел на 50, а потом сделал рекорд 150. Тогда ключевое, что научился, это… Ну, финансы вести, правильно я начал это вести. Продавать лучше, да, то есть навыки продаж, навыки коммуникации. Это помогло вот как раз-таки сделать больше продажи, ну, и также реализовывать услуги. Ну, а потом уже я только пошел на дорогую. И вот то, что Леша говорит, мы вот совместно заходили на две программы. Это первая за 5 миллионов. Мы-то тоже две недели думали заходить, не заходить. Вот. Оценивали, что мы хотим получить, что мы можем получить. Типа обсуждали там условия возврата, если вдруг нам не понравится и так далее, и так далее. И мы его купили на второй месяц, заработав шесть… Восемь, получается, мы заработали. Да. Восемь миллионов маржей мы заработали на второй месяц благодаря этой программе. Вот. Я знаю, что некоторые выходили и делали возврат. И там, типа, не проблема. А вот последний продукт, опять же, там все погуглят, не секрет. Мы купили за 50 миллионов. Вот. Там было условие, что 10 мы оплачиваем, а потом 40 с прибыли платим. А что за продукт? Это личное годовое введение отставничества с Аязом. Вот. За 50 миллионов вы приобрели его. Да. Там… Там… Оно того стоит. Там есть гарантия у нас была. Нас что подкупило? Что гарантия выручки ярд с рентабельностью более 10%. Вот. Соответственно, мы, допустим, от него ставили цель получить пиара, пиар, фокус и фокус на действиях. Потому что со стороны все равно, как бы, мы же там можем с кем-то пообщаться, так делай это, логично же. Вот. А в себе часто не замечаем. И вот с точки зрения фокуса мы удовлетворены, с точки зрения пиара не совсем. Вот. Но это там опять же сейчас в процессе. То есть обратный сервис принимается, переделывается программа. Допустим, были разборы, и многие пишут, что заскамился проект, типа, все закрылось. Типа, нифига. Пока Аяза не посадили, мы утром ежедневно были планерки с ним. И мы просто обсуждали, типа, там, что делать. Вопросы задавали. А сейчас что с этим делать? Сейчас мы просто ожидаем какое-то решение и получаем от команды по запросу нашему, ну, там, допустим, нам нужен какой-нибудь эксперт, там, не знаю, в найме команды или генеральный директор, чтобы пообщаться, как нанимать генерального директора, как им управлять. Вот. И нам дают людей, нам дают экспертов, которые нам помогают, консультируют, общаются. Вот. Но пока что ситуация ко мне однозначно, потому что это единственный продукт, который напрямую завязан на Аязе. Вот. И мы просто как бы ждем, ну, типа, не переживаем, потому что в любом случае, либо, если все пойдет не очень хорошо, типа, или возврат там нам сделают, или как-то пересмотрят продукт, я не знаю. То есть... Ну, вы уверены, что вам сделают возврат? Конечно. Ну, потому что я видел людей, которым делали возврат, и все в порядке. Типа, это, ну, мошенничество, вот, это когда продал, а ты не собирался ничего отдавать. Вот. Но контент, там, мощный контент. По сравнению, допустим, с то, что сейчас 5 лет назад, ну, это вообще там не оба земля, это очень структурно конкретные вещи. И вот мы сейчас часто там, ну, сейчас кейсы собирают, типа, что вы получили конкретно там твердое, да? Анализ ниши, анализ рынка, оцифровка бизнеса, финучет, вухучет, юридические, как бы, построение системы, чтобы она была законная, чистая, да, как бы, без всякой там серых схем. Найм команды, воронка найма, HR, воронка продаж, отдел продаж, что там еще у нас? Маркетинг, инвестиции. Инвестиции, да, по которому. То есть, да, Advisor, Reboard. Ну, мы с помощью знаний, там, у нас, допустим, консультационный совет в нашем бизнесе. Там мы общались с финансовым директором Тинькофф, вот это, типа, левая рука Олега был. Ну, и сейчас там осталось работать. Потом Gendir X5, директора по маркетингу Ошана, Headhunter, директор по франчайзингу Озона. Типа, и мы смогли с ними законнектиться, потому что нам дали инструмент, ну, как с ними общаться, как к ним подойти. Вот. То есть, мы, ну, мне кажется, 80% того, что у нас есть бизнес, взято оттуда, с этих знаний. Вам не кажется, что вы бы могли пойти на какую-нибудь отраслевую франчайзинговую конференцию, познакомиться с директором по франчайзингу там, и можно было бы не тратить большие деньги? Мы с директором по франчайзингу так и познакомились на отраслевой конференции, но на остальных вышли через другие инструменты. И, допустим, с тем же самым финдиректором Тинькофф вряд ли мы познакомились на какой-то отраслевой конференции. Он там просто не ходит. Да, тут же ключевое, я вот просто хочу тоже добавить, что мы тоже не топим за какую-то вот только одну там черную или белую позицию. То есть, мы на нескольких, как я сказал, на нескольких курсах участвовали. Вот Даня сказал, что мы там один курс, мы окупили буквально следующий месяц. Это в нашей истории, это апрель, цифры у нас все открыты, мы сделали большие продажи действительно благодаря инструменту. Но были курсы, в которых мы не получали быстрых финансовых результатов. То есть, мы не говорим, что мы пришли, вот у нас с 21 по началу 22, был длительный курс, он назывался тоже там «Миллиард». И на нем как раз была условно подготовка как раз компании, как свою компанию подготовить к большим результатам. Вот в блоке, который Даня перечислил, мы занимались планомерно, раз в два месяца была встреча, посвященная какой-то большой вот такой теме. Мы там в финансах, ну не сказать, что сделали какие-то супер большие рывки, но мы собрали огромное количество как раз вот фундамента. То есть, как вот, как работать с командой, как подготовиться, ну как подготовить, допустим, документы для работы с инвесторами, который нам помог, потому что мы привлекали инвестиции в прошлом году. И в том числе, благодаря инструментам, которые мы получили, мы сделали это быстрее. С точки зрения того, могли бы мы познакомиться, да, конечно, могли бы. Ну, так любому можно сказать, ты же можешь познакомиться с кем угодно. Но мы же до этого же не ознакомились. А потом, тем более, для того, чтобы познакомиться вот так со многими людьми очень крутыми, нужно понять, зачем тебе это нужно. Это же стресс. Ну, то есть, для тебя вот ты просто как бы пацан там, какой-то парень, девочка, занимаешься предпринимательством, и тут у тебя задача познакомиться там с финансовым директором какой-нибудь X5. И ты понимаешь, блин, сначала ты понимаешь, что это как будто человек какой-то очень далекий. Типа, ну, это C-level, это директор, это он не захочет со мной говорить, я там не смогу. А, во-вторых, а зачем мне такой высокий уровень? А там мы поняли, что эти люди, это люди, которые не сейчас, но через какое-то определенное время, когда мы вырастем, уже будут нас знать, уже будут как-то с нами взаимодействовать и смогут нам на этом уровне помочь. То есть, когда мы у себя внутри формируем цель, зачем нам это нужно делать, мы понимаем, что в этом есть смысл. И потом нам дают инструменты, что типа, да просто сделайте, и все. И на самом деле, к слову говоря, мы одни из немногих, кто это делали. Ну, то есть, у нас реально собрался список там из 10 очень крутых фамилий. И даже когда мы там вот вставали среди большого зала, мы были там одни из немногих, кто действительно сделал домашнее задание так, как сказали. К сожалению, люди не делают. И нам, блин, аплодировали, потому что были охрененные люди в этом списке. Да, у нас был самый крутой список, при этом, что по уровню дохода мы там были внизу списка. Исходя из того, что я услышала, пообщавшись с вами там, да, за кадром и сейчас, я делаю вывод, что вы набили кучу шишек, да, благодаря своему опыту. Вы очень много прошли, вы имели свой бизнес, непростой бизнес, после которого Алексей долгое время не мог спать, отдыхал. Боюсь даже представить, сколько пришлось отдохнуть от ведения такого бизнеса. Сколько, кстати, отдыхали? Ну вот вообще ничего не делал, буквально месяца 4. Ну это такой срок достаточно. В глобальном год вроде, да? Да, потом я там немножко реабилитировал эту историю, но я уже не занимался, то есть, управленкой, там я такой веб-студию довольно быстро поднял почти там до миллиона выручки с помощью бывших сотрудников. Вот, но я больше там уже занимался вместо стратега. Вот, ну 3-4 месяца я просто занимался творчеством, типа писал песни, отдыхал просто от всего. Потом понял, что бизнес мне нравится, классно, надо вернуться в эту историю. И вот потихонечку вернуться. Да, вот продолжая мой вопрос, вы вложили немало своих усилий для того, чтобы получить этот результат. В то же время вы проходили множество самых разных курсов. Где доказательства того, что то, что вы получили, это вот от тех курсов, куда вы вложили больше всего денег? Это совокупность, на мой взгляд? Ну, все совокупность. Мы не говорим, что только благодаря курсу мы это получили. Ну, типа, мы… Но оно того стоит, вы считаете? Любой наш результат, это наша полностью ответственность, а не курса или кого-то там еще. Бизнес мы больших денег не вливали на старт. То есть мы всегда реинвестировали прибыль, вот, но там, что мы взяли, не знаю, 20 миллионов, такие, типа, ночной бизнес. У нас такого не было вот в этом бизнесе. А насчет курсов, ну, многие инструменты, которые у нас есть, мы получили за счет курсов. Там и многих подрядчиков, хороших, качественных, которые круто делают. Мы тоже получили, находясь в этом сообществе разных, то есть из разных мест у нас людей есть. Спортинг, да, про который мы говорили, часто результаты переходят через других людей. Ну, то есть ты находишь решения какие-то, это тоже помогает. То есть, ну, я оцениваю для себя, допустим, все эти участия наши, то, что… Я знаю, я бы и так пришел к этим результатам, и так приду к любым. Но это ускоряет. То есть, когда я беру, общаюсь с людьми, беру у них опыт, беру, там, как правильно что делать, это ускоряет. Ну, допустим, нам сейчас нужен гендир. Мы никогда не работали с гендиром, у нас не было такого опыта ни у меня, ни у Леши. А зачем он вам? Чтобы быстрее расти, потому что мы уже в каких-то моментах начинаем мешать компании. Потому что мы не настолько эффективные. Мы ленимся, типа, что-то не делаем. И нам нужен человек, который будет системно это делать. И поэтому мы понимаем, что в ближайшие месяцы 3-4 нам нужен генеральный директор, который будет мощно вести компанию. И типа, что мы делаем? Мы, там, пошли в лайк, типа, да, там, давайте пообщаемся с Васей, чтобы он нам рассказал свой опыт там. Я написал своим знакомым, который кого-то узнал через лайк, кого-то узнал где-то еще. Типа, можем пообщаться, встретиться насчет генерального директора. Потому что я знаю, что у тех ребят есть опыт найма, управления, типа, ведения компании. Вот. А мы, как бы, наверное, это впервые. И, соответственно, вот мы и общаемся, и это все. Ну, зачем изобретать велосипед, который уже кто-то делал? Ну, получается, главная ценность этого наставничества за 50 миллионов – это вот нетворкинг со значимыми для Вас. Ну, ты сейчас просила вообще все курсы. Именно за 50 миллионов. Если мы рассматриваем программу, то давай программу рассматриваем. Если рассматриваем все курсы, вот мы тебе ответили. Ну, давайте про программу. Про программу пиар. Ну, опять же, просто у нас планировалось сейчас, допустим, рилс совместный с Аязом выйти. И там мы должны были розыгрыш тойки делать. А он 2-го числа должен был выйти, но 3-го числа у нас была заминка, и все. А так, что, у нас пришли клиенты с этого, с разбора. Вот. Плюс фокусные действия. То есть мы многие вещи поменяли. То есть, ну, вот опять же, фокус, да, там, не распаляться, а вот там, ну, фокусироваться на прям конкретных вещах. Вот. То есть, ну, в этом ценность была. Ну, и плюс, кстати, да, нетворкинг. Никто, кто знает про эту программу. Мы же там в Ютубе шоу, типа, идет. И это все равно помогает общаться, диалог поддерживать. Допустим, вот сейчас мы будем, я буду выступать на инвест-конференции. Туда нас спустили, потому что такие, о, ребята зашли, они красавчики. Они молодцы. Хотим к себе таких спикеров. Все, ну, типа, там конференция на тысячу человек должна быть. А какая у вас чистая прибыль в год? В год? Сложно сказать. Давай сейчас посчитаем. У нас сейчас выручка за этот год порядка 200, наверное, сейчас, в текущий момент, именно управляющей компанией. За 2023 видел цифру 300. Это плюс наши франчизи-партнеры. То есть это выручка всей компании. Ну, вы же что-то получаете, там же есть повышенные взносы. Ну, это вот входит в эти 200. То есть 100 миллионов сделали наши партнеры на продаже кофе. 200 – это наша управляющая компания. Наши партнеры, кстати, начали по конец года прям хорошо. Они по 16 миллионов в месяц продают и, кажется, в месяц растут. Вот, это их деньги. То есть у нас там есть побочные, условно, они покупают ингредиенты. Ну, там нет роялти. Есть. У нас есть роялти, да. Вот. У нас 200. Рентабельность. Средняя погода, наверное, процентов 20. Вот, считай, 40. 40 миллионов. Мне жалко было вложить больше, чем вы получаете в год. Не, ну, мы же понимаем, что мы вырастим. Типа, ну, стри-глобально – это вообще копейки. Ну, то есть, потому что я вот сейчас много думаю, там, куда я там иду. А Леша может над своими целями поделиться. Я понимаю, что это, ну, прям мало. И типа, вот, да даже, там, миллиард 2,5 – это тоже немного относительно. Ну, все относительно. Ну, да. Я говорю про свои цели, про свои амбиции. Там мне скажут фантазер, сказочник, актеры поменяйте. За финалем эту тему с инфо-цыганством, как вы сами сказали. Мы не скажем, что это инфо-цыганство. Вы сказали, что инфо-цыганство – это когда человека обманывают, когда он… Ну, я не считаю, что обманывают кого-то. Ну, вот. Мы эту тему сейчас за финалем. Давай. Что является инфо-цыганством, а что нет. Все-таки, на ваш взгляд, Аяза за что посадили? Я думаю, что просто 3 года копания в одну точку. И дальше органы же не понимают, как работают. Допустим, вот вендинг, например, и вендинга. Много законов выходит. И юридически вендинг сейчас очень слабо выделен в какую-то отдельную сферу. И, допустим, выходит закон, типа, бумажные чеки. Вендинг тоже должен давать бумажные чеки. Выходит закон, типа, сканирования воды. Все должны. То есть, просто власти, там умные люди, но так как они занимаются вообще другой деятельностью, они иногда не разбираются, потому что там очень много всего. И зачем им разбираться в этих деталях? Они просто накладывают на всю сферу, а потом уже идет запрос от предпринимателей, чтобы что-то менялось. Вот у нас вендинге, допустим, так, многие штуки, которые сейчас оспариваются, переносятся, выносят на совещание и годами обсуждают то, чтобы что-то поменяли. Потому что, ну, есть некоторые законы, которые просто, если они будут применены к вендингу, вендинг просто перестает существовать. А это, там, ну, сотни тысяч автоматов по всей стране. И то же самое с Аязом. Мне кажется просто, что вот поступила, там, жалобы, они нашли, там, вот, 8 человек изначальных, и органам проще, ну, сразу быстро применить, среагировать, а потом уже разбираться, потому что они, ну, там, сейчас я знаю, ну, просто я общался как тренером, у нас был созвон с юристом, он говорит, общается с сотрудниками, пытается выяснить, как там все устроено. То есть они просто, ну, грубо говоря, представление, что это Аяз все продавал, Аяз там все это делал, и он тут типа один. А то, что там еще 500 сотрудников есть, как бы там огромная компания, Аяз это просто спикер условный, да, как бы там и как идеалист, может, ну, который, да, идеи придумывает. Ну, у него есть личный бренд мощный. Ну, лицо компании, вот. И он огромную там роль, допустим, играет с точки зрения создания продуктов. Все, ну, то есть именно идей. Ну, идут на его имя по большей части. 15% трафика идет на имя Аяз. А это откуда данные? Это вот сам Аяз рассказал в Гендир. Ну, то есть у них много, они же, допустим, в ВК, они вторые или третьи рекламодатели в России. Да. И в Яндексе тоже. Это заметно. Вот. Там только 15% трафика с именем Аяз. Ну, который вот идет с 85 без Аяза. Не, ну, просто уже многие ассоциируют лайк-центр сегодня. Конечно. Как и кофе-лайк. Хотя кофе-лайк уже давно не это отвязан. Там уже сменились второй раз собственники, но все еще к Аязу. Сумел. То есть, на ваш взгляд, это не тренд, который сейчас пошел на пристальное внимание к блогерам? Мне кажется, ну, не то чтобы тренд, а просто взяли во внимание. И, ну, положительное влияние глобально на рынок то, что, скорее всего, в ближайшие 2-3 года будут какие-то законы регулирования. Потому что много курсов, которые действительно низкокачественные. Вот. И будет какая-то регулировка, которая улучшит рынок онлайн-образования. Неважно, типа, в чем. Бизнес или мыловарение или кулинария, что угодно. Вот. Просто онлайн-образование, оно как бы будет как-то регулироваться и улучшится общее качество в любых сферах. В инфобизнесе очень много денег. В мыловарении вы столько не найдете. Вы думаете, будут к мыловарению приходить? Они же будут общие распространяться. Мне кажется, рынок стал в последнее время очень заметен из-за больших каких-то историй, там, прогревов, инфоповодов, которые блогеры в том числе формируют. И, учитывая последние новостные сводки о том, что там планируются следующие там на очереди, да, условно-таки запугивающие списки, мне кажется, что здесь точно есть какая-то вот история, связанная вот с тем, что, ну, выбран определенный курс, найден рынок какой-то, да, и сейчас вот, возможно, это как раз является неким поводом и, скажем так, признаком того, что как раз вот то, о чем партнер сказал, этот рынок важно как-то зарегламентировать, то есть как-то его оцифровать, скажем так, более понятно в отношении рынок государства. Возможно сделать его более прозрачным, потому что в любом рынке, где есть какой-то рост, случаются и перекосы. Я инфопродукты видел, если честно, ну, такая дичь как бы сомнительного качества, уже сходу видно, что. И, понятное дело, что когда вот это вот становится довольно много, это может к себе привлекать внимание. Учитывая, что Аясто довольно большой игрок, один из самых крупных на рынке, то, что вот так произошло, возможно, это так или иначе как-то связано. Я в этом не вижу ничего хорошего с точки зрения тех методов, которыми это происходит, но, тем не менее, мы видим то, что видим. У меня есть определенные размышления, но мне кажется, где-то через месяц нам будет более-менее понятно, все же является это точно каким-то неким трендом, либо же это больше история сугубо связанная с нарушением по нескольким клиентам. А блогеры, я не знаю, не углублялся, но вроде как там они реально дробили компанию, но дробление – это уголовка, типа, что ты хочешь. Ну, то есть у нас же многие не воспринимают налоги как, ну, то есть, что надо платить деньги, вот, и пытаются сбежать. Поэтому, да, мы затронули… Налоги – ройлотинг государства просто. Алексей со второго курса, да, ушел из универа? Да. У вас это перечислено в одной из регалий, там, в некоторых информационных ресурсах, вот. А вы этим гордитесь? Ну, это просто интересный факт, как бы, потому что у меня из моего такого круга именно старых, старых добрых друзей, вот, с которыми я там давно, я, наверное, там, единственный без высшего образования, вот. Притом мне это не помешало, ну, заработать на своем бизнесе раньше и больше остальных. Поэтому, ну, мне показалось там, что в определенном формате это, ну, и такое интересное, как бы, регалий, и можно в таком формате описать. А сейчас у вас нет желания получить высшее образование? Нет, нет. Вы считаете, что любое? Что? Зачем? Слушай, странно. Я спрашиваю у Алексея. Да, да, Алексей. Ну, некоторые люди… Что? Я не имею в виду, я ему… Некоторые люди приходят к этому, там, к 40 годам, что нужно MBA получить, вот, созревают к этому моменту, или, там, хотят получить какое-нибудь, не знаю, образование в области психологии, или журналистики, или филологии, или чего-то такого. Вот. Может быть, в конце концов, музыкальное какое-то образование, не знаю, может быть, но у вас уже есть. Да, я объясню. Я к образованию отношусь очень позитивно. Ну, то есть, сейчас есть… Не позитивно. 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 Сейчас есть некий тренд, что люди, типа, совсем, вообще, хейтят образование, что, типа, это, там, бесполезное времяпровождение. Мне кажется, что так нельзя говорить, потому что образование, это может быть, вообще, базисным, фундаментальным каким-то аспектом по определенных раскладах. То есть, есть образование, которое действительно профильное, и ты, там, да, даже та же самая айтишка. То есть, ты можешь, там, много курсов пройти, но, там, во многие большие компании, действительно, без образования не возьмут. И очень сложно будет практикой доказывать, что ты, там, суперкрутой, хотя такие кейсы наверняка есть. Возможно, еще какие-то, там, технические. У меня просто момент в том, что я учился в Облинском политехе, это политехнический техникум. И в момент, когда я учился, образование, там, было, ну, мне кажется, на уровне университетского. То есть, потому что там были очень крутые дисциплины, там были крутые преподаватели. И я вышел оттуда не только с техническими навыками, да, вот по своей специальности я киповец автоматизации, там, вот датчики и так далее. Ну, и, как бы, вообще в целом это комплексно было очень полезное, классное образование. Когда я пошел учиться дальше по своему образованию уже, чтобы получить вышку, я за счет, там, своих компетенций, я устроился в найме уже на инженерскую специальность. Я работал в найме, там, два с небольшим года. Вот. И я понял, что, в принципе, мне уже этого хватило. А потом я начал, ну, думать о бизнесе. То есть, у меня вот в тот момент как-то так случилось, что я начал думать о бизнесе. Я уволился с работы, ушел в никуда. И в определенный момент образование у меня было, ну, то есть, вуз, которым я учился, он за полтора года, я понял, что это, ну, он мне не дает ничего, кроме корочки через 4 года. То есть, я не получаю там знаний, все делается для галочки, ну, по большому счету. И у меня просто был выбор, то есть, я там освоил, там, один инструмент, Яндекс.Директ, да, всем известный. И у меня был просто выбор, то есть, вложить, типа, там, 35-50 тысяч в свою рекламу и попробовать какой-то бизнес. Или оплатить, там, семестр, или, там, я не помню, сколько-то учебы. Я просто понял, что на тот момент, вот, та учеба, которая у меня, она вообще ничего мне не дает. Ну, то есть, кроме какой-то вот корочки. А работать по специальности я уже не планировал, потому что я понял, что все, я хочу бизнес, я хочу предпринимательство. И мне вот эта вышка для галочки, она не нужна. То есть, такую вышку для галочки я мог получить в любой момент. Поэтому я вообще без каких-либо раздумок, ну, как же, не, я подумал денек, там, один вечер. И просто принял решение, что нужно уходить и двигаться дальше, потому что польза это мне никакой не принесет. Но я считаю, что хорошее образование – это очень классная штука, которая фундаментально может тебя научить учиться, решать сложные, там, какие-то задачи, работать в режиме многозадачности, работать с дедлайнами, потому что все эти сессии, все, что происходит. Ну, типа, ребята, которые выходят, там, из МГУ, еще из каких-то классных вузов, они очень круто подготовлены к жизни, потому что там очень классная школа. Поэтому, ну, я считаю, что хорошие вузы, да, которые в том числе поддерживают актуальность свою, да, то есть, что они все же, ну, как-то под современные реалии еще, там, чуть меняют программу, если, вот, то это хорошая история. Но мне кажется, что это выбор каждого. Сейчас, скажем так, чтобы прийти к какому-то успешному результату в бизнесе, просто в финансовом достатке, не обязательно иметь образование. Но это не отменяет того, что если ты с образованием, то ты также можешь стрельнуть, и у меня очень много и таких, и таких кейсов. Давайте тогда к вашему бизнесу перейдем, а то много уже поговорили об образовании, о бизнес-клубах. Я у вас на сайте увидела, что вы возвращаете деньги, если в течение 12 месяцев бизнес не принес прибыли. Все верно? Да, да. Так, у вас же на сайте была информация о том, что в среднем окупаемости вы достигаете через 22 месяца. Значит ли это, что всем остальным вы возвращаете деньги? Нет. Окупаемость на 100% это по выручке. То есть, это примерно по чистыми, он примерно половину денег вернет. И у нас в договоре вообще есть три вариации, как человек может вернуть деньги. Первое, это в течение недели полностью расстроить договор, вернуть всю сумму. Ну, типа, не знаю, передумал форс-мажор, чего угодно. Ну, а второе, это в течение трех месяцев он может вернуть, у нас было 70%, сейчас мы в одном договоре 60% сделали. По любым тоже причинам. У меня есть планы, не понравилось что-то. То есть, он делает заявление на возврат, мы возвращаем. Мы обычно возвращаем больше. Вот таких возвратов у нас за два с половиной года было 7 штук. Вот, мы в среднем возвращали процентов 80. Вот. Там люди, кто-то переезжал в связи с ситуацией в стране, кто-то там просто не мог найти локацию и типа расстраивался. И третий возврат, это гарантия 100%. Там по выручке, у нас в договоре прописано, что именно по выручке. Там нужно выполнять условия, что, во-первых, следовать всем рекомендациям, перевести локацию не менее там трех раз. Потратить на маркетинг там 10 тысяч рублей у нас, регулярно обслуживать, да, чтобы кофейня не простаивала, чтобы она работала, там чистая была, да. То есть, не было никаких нарушений ни по рецептурам, ни у нас тайной проверки есть, типа там никаких замечаний не было. Все, если вот он за год не сделает, типа, хотя бы выручкой, типа, да, там свои там 400-500 тысяч, то мы возвращаем, да. Но таких случаев не было. Потому что, ну, чтобы следовать всем рекомендациям и не сделать, типа, хотя бы выручкой отбить ту сумму, да, но это невозможно. А есть вещи, на которые франчайзи повлиять может? А есть такие случаи, как, например, вандализм, да, когда портят аппараты намеренным образом? У нас таких случаев не было ни разу за все время. Ну, то есть, именно аппарат или кофейню кто-то намеренно ни у одного партнера ни разу еще не повредил? Максимум дверцы скрывали, ну, ломали. Это на нашей кофейне, кстати? Нет, нет, недавно у партнера скрыли купюрник. А, ну, вот, значит, еще по случаю, значит. Ну, короче, за все время, вот у нас один раз скрывали дверцу, но у нас там скрылись с ингредиентами. И два раза скрыли у партнеров отсек с купюроприемником, то есть просто выломали дверь. Все. На всем рынке, вот сколько там, больше 10 тысяч кофеин, был один случай, ну, который, по крайней мере, все знают, когда кофемашину сняли и понесли, но там нашли людей. Там настолько это было тупо, потому что просто под камерами люди подошли, забрали, и через два часа их уже нашли. Хорошо, этот случай с взламыванием купюроприемника, он чем закончился? Кто в итоге нес за это ответственность? Там человека не нашли, вот, ну, просто человек, ну, франшизи потерял там 2-3 тысячи. То есть франшизи потерял деньги? Да, но давай разграничим, это его бизнес. Да, он сам выбрал локацию. Да, то есть вандализма не так много, то есть это просто риск, типа, любого бизнеса. Вот, у тебя, нельзя, магазин одежды, ну, типа, риск того, что разобьют витрину, просто кто-нибудь случайно. Есть же, есть. Вот. Да, не зачастую магазины одежды, большая часть находится в каких-то торговых центрах, в арендованных помещениях. Ну, тоже могут разбить витрины, случайно. Могут быть, да, но если это помещение не в твоей собственности, то там зависит от того, как в договоре все прописано. Ну, здесь у нас можно страховать кофейню. Вот год назад Сбер стал первым предлагать страхование именно вендинга, сейчас еще есть компании, которые страхуют. И ты можешь страховать таких случаев, там страховка на год стоит где-то 4-5 тысяч, вот, она покрывает все такие случаи. Поэтому это как, типа, с автомобилем уже аналогично. А воровство, ну, это прям водолизм, то есть его, вот такого жесткого, его очень мало. То есть это маленький риск. Есть воровство ингредиентов, оно, оно закладывается в финмодель. В среднем 2% от выручки – это воровство. Есть локации, где воруют больше, есть локации, где вообще не воруют. Вот, но в воровстве там больше проблема не в самом воровстве, а в потере выручки, особенно если стаканы украли. Допустим, ну, там стакан стоит 7 рублей, условно. Вот в тубе там, допустим, осталось, не знаю, 25 штук, там 30 для удобства счета. Вот все 30 вытащили, 210 рублей ты потерял. Но, если у тебя стоит кофейня, допустим, 5 часов без стаканов, ты там потерял, не знаю, 10 продаж. А 10 продаж – это полторы тысячи. То есть, как бы, ты намного больше потерь несешь от нереализованных продаж, чем от самого выручки. Да, недополученная выручка. И поэтому тут тоже, как бы, есть инструменты, что если локация прям реально хорошо продает, но там много воруют при этом, то есть система автовыдачи стаканов, сиропов, и, соответственно, меньше просто воруют и все. А у вас есть такие, которые с автовыдачей? Вот мы сейчас вот новую стойку будем презентовать. Вот в новой стойке мы добавили систему, но и на старой стойке можно установить, допустим, самое большое больное место от стакана. И на старой стойке тоже можно установить, вот у нас уже есть продажи несколько недель, автоматический диспенсер для выдачи стаканов. Вы сказали, что вендинговый бизнес, он никак не затронут законодательство. Слабо очень, да. Ну, или слабо. Вот как решаются вопросы, ну, например, то, что чеки должны быть выданы, а они не выдаются физически в вендинге. Это кем-то оспаривается, что происходит? Тут, к счастью, нам повезло, что есть коллеги по рынку, которые целенаправленно по ним занимаются. У нас есть две ассоциации вендинга в России. Вот в одной из них мы соучредители с Лешей. А вторая — СОТО. Мы там не соучредители, наши знакомые, друзья, наставники, как мы только начинали, вот они там соучредители. И СОТО работают с государством с точки зрения законодательства. И вот они очень много пропихивают, как раз таки, пролоббируют. То есть там, допустим, внедрили закон какой-то там, да, вот сканирование воды. Они сразу же, там, как только этот постановление вышло, там, что такому-то там месяцу будет внедрено. Они сразу там апелляцию, что типа, ну, вендинг какой-то невозможно делать, да, то есть надо придумать другую схему. Как это сканировать воду, ну, типа этих. То есть там, допустим, отстрочили на какой-то срок. Этот весь срок они там пишут заявление, там, собирают данные, там, объясняют, да, то есть и вот совещание там, Совет Федерации, как бы они общаются. То есть они вот эту работу ведут очень плотно. Как бы многие игроки рынка, да, инвестируют деньги, да, потому что там, ну, юристы, все остальное, как бы это какая-то структура отдельная. И, то есть, на благо вот всего рынка они работают. Ну, мы один раз даже присутствовали на онлайн-совещании с представителем Совета Федерации, где все там, все серьезно. Здравствуйте, Петр Михайлович, там, Андрей Иванович. И, соответственно, то есть это реально работает. То есть есть человек из Совета Федерации, он выслушивает каждого из, там, участников рынка, там, ну, роли распределены, кто-то прям готовит предложение. И, соответственно, это вот дальше таким образом проходит. То есть так или иначе, хорошо, что есть вот такие регулирующие органы, возможности, да, какие-то интересы бизнеса донести до государства. Потому что, действительно, это, ну, зачастую большая проблема, потому что, условно, если бы там соты не было, то, ну, непонятно, как бы вендинг справился бы с этой ситуацией. Ну, он бы закрылся. Там некоторые законы, которые не внедрили, они просто бы, невозможно была бы законная деятельность вендинга. Вот, он бы весь в серой зоне оказался. А вот на Совете Федерации, я сейчас вспомнил, действительно, я забыл, что мы там были. Меня это удивило, как адекватно и классно реагируют представители государственной структуры. То есть они прямо вот, ну, то есть это не просто, не какой-то там отшибленный человек от реальности. То есть они там общаются, он там, окей, я принял, типа, понятно, там, вот это поясните, пожалуйста. Вот, при этом, когда там один выступающий был, вообще нескладно ввел речь, непонятно вообще о чем, он его так, стоп, давайте факты, что вы хотите, цифры, конкретно скажите. Вот, и мне прям так понравилось, что, ну, я удивился, я ждал другого. Я ждал, что, наоборот, со стороны государства будут, типа, неразборчивые какие-то речи, типа, невнимательность, вот, а очень... Ну, как в целом, многим иногда кажется, что, типа, все государственное, как будто бы, неэффективное. Наверное, иногда действительно так. Ну, что нет смысла даже обращаться, нет смысла, даже никто тебя не услышит. В смысле есть, просто это из-за многоступенчатости, да, структуры государства и органов власти, это долго, и множество регламентов согласования, да, то есть ты, как бы, вносишь этот, вносишь предложение, они его обсуждают, принимают, не принимают, или отправляют на редактуру, ты потом еще раз, это, как бы, месяцами длится. То есть, это проблема, конечно же, да, но в любом случае, вот, работает. Получается, что у вендингового бизнеса в законодательстве есть шанс? Да. Есть. Это хорошо. Ну, по-любому есть. Вендинг — растущая сфера, в России он слабо развит относительно других стран, допустим, но он растет, и у него меняется тренд, меняется восприятие вендинга у людей, да, и... Это такая большая зона, которая, особенно в дальних регионах, помогает предоставлять услуги, продукты, которые там сложно было бы продавать в магазине, условно. Если ваш бизнес такой прибыльный и такой безопасный, как я поняла из нашего разговора, то почему франчайзинг, почему не взять кредит и не открывать точек своих? Ну, мы когда изначально принимали решение, по какой стратегии развивать бизнес, мы исходили из двух главных критериев. Это насколько быстро, ну, возможно, еще какие-то критерии были, я помню два основных. Это насколько быстро мы можем прийти к тем финансовым результатам, которые нам нужны. И с точки зрения построения сети распределения рисков. То есть, когда ты делаешь, допустим, сеть франчайзи, если вдруг там с рынком что-то происходит, какие-то там перетурбации, изменения, то все риски, они понемножку распределяются на всех участников, и все, как правило, с этим справляются. Если же ты построишь свою большую сетку там из тысяч кофеен, и что-то случится, допустим, условно, как-то рынок там зарегламентируется, какую-то новую там ведут поправочку, то, вероятнее всего, там твоей управляющей компании будет очень сложно перемолоть эту историю. И, соответственно, открываться через свои точки – это просто отдельная бизнес-модель, это логистика, выстраивание поставок. Это, в общем, те бизнесы, в которых максимально было сложно с нуля разбираться, потому что это уже такие производственные большие цепочки схемы. Соответственно, франчайзинг – это то, что нам было более-менее уже известно, потому что мы работали с франчайзиковыми компаниями в агентствах. То есть мы понимали, как это развивается, у нас были знакомые, которые работали по такой схеме, могли проконсультироваться. Поэтому мы вначале открывали и свои точки, и франчайзинговые, убедившись, что просто это более такая громоздкая схема, мы в том числе, чтобы распределить риски, потому что все равно мы же открывали в условиях ковида, и вот это вот какая-то риски какие-то неочевидные, и очевидно, они всегда над нами висели. Потому что мы не открывались в спокойное время, когда в 2018-2019 году, вот это вот светлое время, когда все было хорошо. То есть мы понимали, что как бы контекст рынка, что есть определенные риски, и эти риски просто хотелось не вешать все на управляющую компанию. Ну, мы вначале открывали свои кофеини, у нас было 10 штук, потом продали просто. Ну, 10 и 520 есть разница. Да, большая еще разница в операционном управлении, допустим, построить сеть свою из 50, 100, 150, там, 300 кофеин, это достаточно легко. Ну, то есть там механизмы плюс-минус одинаковые, и рентабельность у тебя растет. После этой цифры рентабельность начинает падать в бизнесе, потому что больше операционных процессов, сложнее структура, больше сотрудников. И, допустим, построить сетку из тысячи кофеин, свою, гораздо сложнее, чем франчайзинговую. В ней будет, в своей сетке будет больше заработка, чем во франчайзинге, но потенциал роста во франчайзинге гораздо больше, чем в своей сетке. То есть, допустим, мы планируем 10 тысяч кофеин сделать, свою бы сеть мы так развивали, ну, лет, не знаю, 10, мне кажется. Вот. И у нас там была бы прибыльность, конечно, больше, вот, но мы бы гораздо дольше это шли. Вот здесь мы это, там, за 4 года можем, да, сделать, за 4-5 лет. Хоть прибыль меньше, но скорость больше развития. Поэтому, ну, это две разные бизнес-модели, мало кто это понимает. Кстати, вот ошибка многих, кто, там, не знаю, открыл 2-3 своих точки, там, чего угодно, пиццы, там, не знаю, ногтей, такие, я буду делать франшизу. Вот ошибка первая, что они не понимают, что это вообще другой бизнес. Типа, это абсолютно разные бизнесы. Ну, и при том, что это довольно прагматичное решение, потому что строить свою сетку, это в определенной степени даже соблазн. Потому что мы вот открыли, там, у нас сейчас первая кофейня, которую мы открыли, она до сих пор нам принадлежит. И у нас, там, первая кофейня сразу зашла, там, на 100-120 тысяч выручки. Вот, там, хорошая аренда, мы, там, можем порядка, там, 40-50 тысяч с нее зарабатывать. И у тебя сразу же в голове вот эта вот банальная математика. Так, это сейчас, если я 10 штук таких открою, это уже 400. А мы знаем, как это делать, мы знаем, как искать локации. И, на самом деле, внутренне, когда начинаешь это рассчитывать, мы даже один раз было, что-то обсуждали, чуть не сорвались на построение своей сетки в конце прошлого года. Вот, была такая гипозиция, что, типа, может, давай все-таки строить. Мне осталось скучновато, у меня зоны все были отлажены, мои. И я такой, Леш, может, я сейчас кредит, типа, возьму и построю сетку. Вот, поэтому, да, это просто стратегия, потому что у нас в жизненных целях, ну, у нас определенные жизненные стратегии, мы хотим прийти к большим своим результатам, и для этого нам нужно двигаться быстро в всех бизнес-нишах, которые мы выбираем. У вас написано на сайте, что на обслуживание точки одной нужно 15 минут в день. Это средняя цифра за какой-то период, ну, она рассчитывается в среднем, или действительно 15 минут в день нужно тратить? Ну, вообще, даже 10-12 нужно. Я прям, когда мы в самом начале начинали, замерял, когда я умел обслужить, я за 8 обслуживал. Вот, я ставил секундомер, обслуживал. То есть 15 как бы такое. Что нужно делать за это время? Мы тут не берем в учет логистику, да, потому что человек может жить далеко, а может жить около, типа, дорогу перешел. То есть это индивидуальная история. На обслуживание самой кофейни реально 15 минут нужно. Это что? Это ты ее открыл, да, загрузил ингредиенты, если там что-то испачкалось, то помыл, снять миксеры обязательно, пойти в уборную и их сполоснуть. Контейнер, который под жидкие отходы, его тоже помыть. Контейнер под жмых, куда отработанный кофе скидывать. Все, я поняла. То есть это только уборка? Это уборка, да. Ну и наполнение. Наполнение, уборка, ну и столешницу там, да, то есть, типа, вот, это вся уборка. А вот всякие вопросы, связанные с закупками кофе и расходных материалов, это что, время не отнимают? Один-два раза в месяц. Ну, партнеры у нас на сайте просто добавляют в корзину, заказывают, мы встроим счет, они оплачивают. То есть это просто вы делаете, они вам платят? Ну, вы выделяете, вы закупаете? Да, партнеры обязаны закупаться. И кофе тоже вы... У нас вот есть торговый дом, там ассортимент, который утвержден, мы регулярно тестируем новые ингредиенты. Допустим, сейчас на рынке со сливками проблема, да, то есть их дефицит. Мы там достаем для себя, но вот сейчас, допустим, мы закупаем все сливки, что там есть на рынке, и их снова тестируем, потому что нам нужна альтернатива. И это мы несем эти расходы, и бариста у нас, да, мы оплачиваем его, и вот все ингредиенты. И потом просто партнерам говорим, вот эти сливки good, можете засыпать, ничего вообще не менять, будет так же вкусно. Вот, все, то есть они их бы на это время никак не тратят. А где вы закупаете и как вы отбираете сырье? По методам тестов. Закупаем просто, ну, вот есть там определенные производители разные, кто-то российский, кто-то нет. Просто все закупаем и тестируем. Но вы не остановились на каком-то… Нет, мы остановились, но просто, допустим, в сливке сейчас дефицит. Нет, а вот если о кофе говорить не посоветовать? Кофе мы вот в самом начале, в самом-самом начале мы взяли, очень просто делали, взяли то, что делают конкуренты, использовали то же самое, взяли все. Потом мы, когда у нас было полгода, мы проработали, у нас было уже кофейная, наверное, 50, и мы тогда впервые стали тестировать другие сорта. Вот. В последний раз, ну, естественно, тогда вот мы выбрали двух поставщиков, и все, мы эти два зерна используем, потому что они, поставщики, стабильно жарят, дают хорошие условия, мы с ними общаемся, они нам всегда помогают во всем, если что-то нам нужно, да. И, соответственно, мы тестили много там, мне кажется, штук 40-50, наверное, 50 разных зерен. Вот. Когда мы выбрали, то все, мы потом вот с ними сотрудничаем до сих пор, и новые предложения даже не рассматриваем. А вы не кофейные эстеты? Вы про бизнес, не про то? Мы про бизнес. Кофе у нас, да, тут вот в нашей сфере не нужен лучший кофе. Это такой, типа, бизнес, потому что люди, ну, наша целевая аудитория, этот обычный обыватель, который в кофе не разбирается. Это не спешлти, где там люди идут там за 400-500 рублей, пробуют там, типа, вот, нотки, ежевики, типа, кайфовое сегодня зерно. Нет. Людям просто нужен, у них как бы два критерия, вкусно и невкусно, все. И большинство пьют еще с сиропом и с сахаром, то есть, а это вообще глушит весь вкус кофе. Поэтому, если пробовать без сахара, без кофе, у нас кофе такой же, допустим, капучино или латто, да, самый распространенный. Он по качеству такой же, как в средней, обычной, нормальной, такой уверенной в себе кофейне с бариста. Уверенной в себе. Ну, то есть, да, где стабильное качество, где готовят хорошо, она не претендует там на лучшие кубки, но там вкусные люди покупают. Вот у нас такое же качество. Но, тем не менее, да, мы заморачиваемся над качеством. То есть, эстетика, наверное, больше у нас может быть как-то там в самой кофейне. Мы вот вкладываем с точки зрения эстетики каких-то дизайнерских фишек, особенно вот в новом поколении. Мы вкладываемся больше в дизайн. Кофе действительно просто в этом сегменте, наверное, там про эстетику сложно говорить, но, тем не менее, мы очень заморачиваемся насчет вкуса и качества. Мы поэтому очень строго следим за тем, чтобы партнеры у нас закупались и проверяем их там тайными покупателями. Потому что неоднократно, ну, были уже случаи, когда наши партнеры вставали рядом с конкурентами, конкуренты съезжали. К нашей кофейне, вот самая первая наша, которая, к ней через полтора года подъехала стойка, а у нас первая кофейня, ну, она выглядит, если честно, я ее уступил из того, что было. Ну, то есть там, это первый, как бы, экземпляр, да, она выглядит максимально, как бы, ну, плохо. Существенно. Вот. Мы сами на нее клеили эти буковки еще вручную по одной. В общем, ну, это вот первый экземпляр. И рядом стала новая, красивая, которую уже подсмотрели ребята там с рынка. Вот. Они съехали через, сколько, 5 месяцев. Они ставили ценник дешевле. Вот. Они ставили ценник дешевле. Они съехали через 5 месяцев. Потому что они не выдержали. У нас продажи никак не поменялись. У нас продажи не поменялись. Они не выдержали конкуренцию. То есть мы, мы, мы сами это поняли, мы всегда партнерам говорим, не экономьте, нельзя закупаться только у нас в качестве продукта первичной. Поэтому мы очень много заморачиваемся. Мы периодически, когда у нас проходят каппинги, мы потом по два дня ходим с красными глазами, потому что там столько этого кофе перепробуешь. Но оно потом выливается в профит от того, что у тебя крутой продукт и действительно он конкурентоспособный в этом себе идти. Вот я наш кофе пью. Вот сколько показателей. И, ну, я говорю, что мы не претендуем на лучшее. Это тут не нужно. Но мы и, но мы четко выдерживаем, типа, что качество должно быть хорошим. Потому что клиент конечный, он все-таки, ему важно качество. Если качество снижается, он уходит. А если произойдет какой-то неприятный инцидент? Ну, например, человек отравится или почувствует, что с кофе что-то не так. Кто за это несет ответственность? Владелец кофейни. Так сырье же у вас покупается, вы его рекомендуете? Ну, подожди, что значит отравиться? Если, допустим, это брак поставщика, то оно идет через нас, поставщику, и поставщик несет ответственность. Вот, но там просто нечем портиться. Зерно мы поставляем от обжарки, проходит неделю-две, зерно у франчайзи-партнера, то есть свежее. И нужно его использовать до трех месяцев, от того, как он был обжарен. Сливки, они сухие, то есть у них там срок годности вообще два года. Что там еще? Вода? Ну да, вариаций как бы две только. Либо если какой-то брак с производства, соответственно, прилетит им через всю цепочку, либо это антисанитария на стойке, а это уже ответственность партнера. Кстати, антисанитария. Были у нас случаи, когда тарканы, допустим, но это, опять же, партнер должен решать, либо изолировать свою стойку, допустим, клеем на ножки, потому что бывает условно в какой-нибудь продуктовый магазин, где склад у них там не убранный, и там тараканы бывают. Либо идти туда, писать заявление, типа сделать у себя дезинфекцию. Писать арендодателю, писать в этот магазин, то есть искать источник и устранять его. Либо переезжать. И у нас так партнеры тоже делают. Либо переезжать. Некоторые у нас партнеры реально не смогли, не могли справиться, потому что делали дезинфекцию, но не помогало. Они просто переезжали. И какой у вас получается средний чек? Средний чек по сетке 130 рублей сейчас. Ну, в последнем месяце даже 130, 4 рубля. У нас объем 300 миллилитров стоит 150 рублей, 200 и 100 рублей. При этом, что партнер, допустим, если он понимает, что для его города это реально высоко, там, допустим, средне-низкие зарплаты, то он может снизить ценник. Но обычно по всей сети 150 и 100. И сейчас мы еще будем добавлять объем 400, там будет ценник 200. И мы тем самым планируем поднять средний чек еще до 150-160 рублей. Несколько зарабатывает месяц партнер в среднем? В среднем 25 тысяч рублей прибыли. А за аренду платят? Это именно прибыль я тебе озвучил. А аренда, если мы говорим про регионы… Так, это была прибыль чистая? Да. Ага. Ну, и это 25 тысяч рублей прибыли в месяц, доходность 60%. Вот, чтобы понимать. То есть это, ну, очень хороший показатель для, в принципе, любого бизнеса. Аренда регионы средняя 3-6 тысяч рублей. Питер 8-10, Москва 10-12. Вот, Москве дороже открываться и сложнее. Ну, плюс в Москве чаще там всякие условия по депозитам, всяким обеспечительным платежам. То есть ты можешь найти локацию, где там аренда будет 10, но с тебя будут еще 2 депозита, какой-нибудь обеспечительный, и зайти гораздо сложнее. Я считаю, что вообще, ну, больше потенциала в регионах, и особенно в маленьких городах. Там, конечно, не построят сетку, ну, там, не знаю, 2-3-5. То есть 30 штук ты не откроешь, там, допустим, в городе, не знаю, 30 тысяч на селение. Но там у нас партнеры больше зарабатывают. Вот тут самый минимальный у нас есть Азарецкое поселок, 370 человек населения. Но это коттеджный поселок, и он в топ-10 по выручке. Ну, видимо, потому что особо нет конкуренции. Вопрос не в конкуренции, а в доступности к качеству кофе. Потому что возьмем какой-нибудь там отдаленный город Москвы, там, в тысячу километров, и там, не знаю, 50-100-150 тысяч населения. Предприниматель там, во-первых, не понимает, что вложение в качество, в обучение сотрудников – это нужная вещь, и что она возвращается. А во-вторых, текучка кадров. И, в-третьих, ему дорого отвезти человека в Москву, обучить. А в Москве, ну, там, не знаю, в Казани, сюда есть хорошее обучение, в Питере. То есть ему, в принципе, до такого-то такого крупного города, где есть прям качественное и хорошее обучение, ему дорого отвезти. И он в это не вкладывается. И, соответственно, из-за этого качество кофе с Бориста, оно там ниже. А мы как бы… А у нас одинаково. Какая разница, автомат где варит? Типа в Якутске или в Москве? Ему вообще пофигу, где варить. И поэтому главное, чтобы партнер соблюдал все нормы наши, все правила. И все. То есть, и поэтому мы просто предлагаем хорошее зерновое кофе по доступной цене для любого, в принципе, региона. И люди идут к нам. То есть там могут быть кофейни, вопрос не конкуренции, вопрос… Наоборот, если там много кофейн, это прям супер. У нас действует так, что чем больше спроса, тем больше предложений, тем больше спроса. Если я какой-то новый поставщик кофе, хочу работать с вами, что мне нужно для этого сделать? Ну, именно поставщикам кофе сложно, к нам сейчас будет попасть. Какие вы? Да. Я объясню, почему. Поставщики, допустим, любые другие продукции могут написать… Стаканчиков. Да, допустим, стаканчик. Могут написать, там, мне или найти наших руководителей, или владел продаж, скину заявку. Вот, она будет передана в отдел закупок. Отдел закупок посмотрит, типа, прайс, условия, закажет тестовые образцы, протестирует, посмотрит. Если у нас все устроит, и мы увидим, там, экономическую целесообразную, да, смысловую целесообразную, то мы перейдем в другого поставщика. Или возьмем как резервного. Почему, допустим, кофе мы не берем? Мы очень достаточно такие… Наша… Хоть мы занимаемся бизнесом, да, и вот ты говоришь, мы про бизнес, а не про кофе. Это так. А даже у Starbucks, кстати, есть книжка про их бизнес, они называются «Дело не в кофе». Вот. У нас так же. Ну, про Starbucks очень многие ценители кофе нелесоприятно отзываются. В России. Во всем автомобиле мне он нравится. В России не очень. Может быть, не буду спорить. Ну, там не кофе, там у них атмосфера. Ну, короче, вот, мы просто, когда начинали, вот, у меня хорошо развитый нетворкинг, и мы со многими нашими поставщиками дружим, общаемся, типа, приезжаем когда к ним в город, там, вместе отдыхаем. И, ну, то есть у нас на рабочей, на почве бизнеса сложились, типа, личные отношения, и это, мы это разделяем, но при этом в бизнесе мы часто друг другу можем помогать, да, там, не знаю, нужна срочка, мы там попросили, да, нам нужен, там, какой-нибудь эксперт, там, допустим, Бориста, да, нам его присылают там бесплатно. И мы ценим это взаимодействие, и по кофе вот у нас есть два поставщика, которых мы ценим, уважаем, и мы не хотим менять их, то есть если только они будут косячить, тогда да, пока они выполняют качественную свою работу, мы с ними работаем и будем держать, то есть ценники, они нам будут хорошие качества, кофе хороший, то есть там менять на то, что, нам, не знаю, там, 50 рублей сэкономят, это вообще неинтересно. Я не смогу к вам попасть. Если, ну, давай так, наверное, можно, потому что в условиях открытой конкуренции. Или мне нужно занетворкиться в каком-нибудь бизнес-клубе с вами, хорошо пообщаться, походить в какие-нибудь мероприятия, и вы как-то сможете. Все же, знаешь, просто вот все, что нам присылали, они такие, мы сделаем дешевле, а срочка оплаты, допустим, там, не знаю, на полмесяца, на месяц. Ну, это хорошее предложение, я считаю. Да, 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 там, ну, когда-нибудь логистика там будет удобнее, или там сроки отгрузки. Вам это нравится? Вам это подойдет? То есть я прихожу, говорю, у вас срочка оплата 3 месяца, или там... Потому что, типа, качество кофе и там стоимость кофе у нас полностью отстраивает. Это именно взаимодействие. И мы тогда в этом случае, мы можем, например, по кофе, тоже взять, опять же, на тест, протестировать. Если все окей, то мы дальше, мы не будем менять нашу простачку, мы просто добавим еще одного к нам. Вот. И в этом вот, ну, так вот можно, да. Тут еще просто важный момент с точки зрения настроек, да, помимо того, что кофе должен быть классным по качеству, и мы должны настроить его на наших ингредиентах, важно же еще, чтобы все сорта кофе, они были, они отдавали свои оттенки правильно при тех настройках, которые есть у партнеров. То есть если мы доверим партнерам перенастройку кофе-машин на каждый из блендов зерна, это ничем хорошим не закончится, потому что у нас вот там два сорта, они, мы их подбирали, мы их настраивали так, чтобы не приходилось перенастраивать машины. Только помол. Да, только помол, это очень просто. Все остальное идентично. И это тоже очень важный момент, сохранить вот эту стандартизацию, чтобы партнеру не приходилось заморачиваться, иначе все пойдет вот так. Нужно дать максимально простое и эффективное решение, которое для человека, нашего партнера, упростит жизнь. А сколько у вас человек в компании, если мы не берем партнеров и, возможно, каких-то людей, которые помогают партнерам? Именно в штате кто? Да, в вашем штате. С нами сейчас 17 человек, и сейчас еще два человека на выходе. То есть они сейчас проходят отборочные этапы, и в ближайшее время, я думаю, что до конца года нас будет, наверное, 20-22. Какие у вас планы по масштабированию? Вы уже затрагивали тему, но там были какие-то прям большие цифры, и вот я не поняла, за какой срок. По масштабированию по количеству точек и по масштабированию по количеству штатов в компании? По количеству точек 10 тысяч точек в 26-м году. В 26-м году. А по штату? В штату у нас нет метрики масштабирования штата, потому что это не всегда взаимосвязанные вещи. В идеале, чтобы штат вообще не масштабировался, а было 10 тысяч точек. У нас в этом плане неплохо получалось до этого оптимизировать процессы, и мы в определенные периоды делали результаты на уровне конкурентов, хотя у конкурентов команда в три раза была больше. И это свои определенные, конечно, риски несет с точки зрения нагрузки там на команду распределения. Но, тем не менее, у нас есть задача в первую очередь эффективный бизнес делать. Данил, вы написали, что вы выехали из городка под северным сиянием. Почему вы не называете городом? Полярные зори. Полярные зори. Может быть, вы когда-нибудь его прославите? Вы его не называете? В лайке, когда мы там ставили цели. Ну, вот была одна из программ, а я такой, то сделать ярд, памятник не будем в городе ставить, потому что этот человек меняет предпринимательство, создает рабочие места и так далее. Не знаю, поставить ли у меня в полярных зорях, памятник мне, но было прикольно. Полярные зори? Нет, очень люблю этот город. Там атмосферная станция 14 тысяч. У меня там родители живут, бабушки и ежки в соседнем городе живут. Классный город на севере Мурманской области. У нас там тоже есть кофейня. Почему вы его не называете, а просто так абстрактно, городок под северным сиянием? Ну, это красиво звучит. Потому что... Полярные зори тоже звучит. Согласен. Ну, это я выступаю на сцене, допустим. Я вырос за полярным кругом. Я выехал. Все, я поменял. Я выехал из-за полярного круга. За полярный круг. Блин, видишь, я просто там всю жизнь живу, и для меня за полярный круг, ну, типа, это мой дом, типа, ну, нормально, а что это? Вопрос, на самом деле, самый главный. Считаешь ли ты это своим достижением? То, что я туда выехал? Да, это... Это же ограниченно случилось. Наверное, нет, потому что я поехал учиться в Обминск, в МИФИ, на физике ядерщика. А вы там познакомились? Мы в Обминске познакомились. Мы через лайк познакомились. По сути, но в Обминске, да. Так вот в чем дело, вот почему вы так о нем отзываетесь. Без него не было бы вашего партнерства. Наверное, но Леша... Не, партнерства не было бы, если бы в Денежный поток бы не поиграл. Ну, это ладно. Ну, ладно, давай мы не будем сейчас вот эту высокомерную фигню оставлять в интервью, вот это Денежный поток, начинается, партнерства не было бы у него. Нет, это не шляпная фигня. Это просто мое мышление. За счет игры я поменял. Если бы я не поиграл в Денежный поток, я бы с тобой не стал вообще делать бизнес, потому что я поиграл в виде стратегии и принял решение, так уж и быть. Ну, я убедил, что партнерство приносит больше результатов. Три недели обсуждали с ним варианты партнерства. Данил, ты недооцениваешь вообще ваши другие какие-то качества и другую вашу связь, помимо Денежного потока? Нет, это просто было до Леша, на несколько месяцев еще. Ладно, про город. Город уже мы проехали, ну то есть про город не поговорить. А я все помню. Да, про достижения, считаешь ли ты это самодостижением? Ты сказал, что нет, но почему тогда о нем говоришь? Потому что город ее вырос. О том, что ты уехал оттуда, ну так вырос, а уехал. Это показатель, ну то есть выхода из зоны комфорта, из-за полярного круга. Это не зоны комфорта, мы составляешься с маленьких городков, и знаешь, это, типа, есть такое деревенщины вперед, вот, потому что многие же, ну, большая масса людей в России, она вот в небольших городах там, 10, 15, 50, 100 тысяч населения. И у многих есть убеждение, что вот там только москвичи, не знаю, там, или города-миллионники, что-то можно там сделать, да, типа, все деньги в Москве, да, или только вот если ты там, изначально у тебя точка какая-то крутая, там, родители. Поэтому вы в Москве? Мы не поэтом в Москве. Сейчас отвечу, потом про Москву можешь спросить. Это, я говорю про то, чтобы кто вот люди с такой же там позиции, где-то там далеко, они понимали, что все возможно, потому что, ну, у меня, я это сделал. Но не то, что я выехал из города ключевое, да, то есть, то, что я действовал, вот, это, да, достижение, то, что я, как бы, не сдавался. Я, когда начинал первый бизнес, купил там тоже курс, интернет-магазин запускал. Я полгода его делал, ну, типа, первые деньги увидел через полгода, 6 тысяч рублей. И тогда я три раза хотел, типа, сдаться, у меня было жесткое выгорание. Вот то, что я не сдался, вот это, да, достижение. Потому что такая яма, типа, эмоциональная. Ты там, ну, ты три месяца что-то делаешь, что-то делаешь. Типа, ты после универа приходишь, и там 3-4-5 часов ты занимаешься там вот этим. И ты вроде делаешь это много, но результаты не видишь. И вот у меня там были выгорания. Вот это достижение, то, что я не сдался. То, что я уехал оттуда, ну, типа, я уехал учиться. Мне кажется, выезд из маленького города, это скорее следствие твоих действий. То есть рано или поздно неизбежно придется ехать, если ты занимаешься бизнесом. Потому что какие-то коммуникации, какие-то люди, какие-то, не знаю, активности. Это все, как правило, где-то в городах побольше. И тебе просто становится тесно в городе. То есть нет же самоцели. Хотя, ну, иногда есть и самоцель уехать из города, когда тебе этот город как-то, ну, там, сжимает, когда тебе плохо в нем. Я, например, когда начинал бизнес, мне вот в моем городе, там, Балабаново, 25 тысяч человек, мне в нем не было плохо. Ну, как бы я нормально к нему относился. Поэтому это скорее как следствие, рано или поздно ты просто понимаешь, что нужно все, надо двигаться дальше. У кого как. На самом деле можно и оставаться в маленьком городе, если тебе в кайф. Ну, вот, ну, Волгоград, конечно, это не маленький город, но все равно это провинциальный город, так или иначе. Вот, недавно были там на заводе, на экскурсии, да, компания Грасова химию делала, и так далее. Они же там все живут в этом городе, они там построили чуть ли не свой там поселок. Да, они там, да. И они не было бы ехать в Москву там. И прокрасов стало очень много, слушать отовсюду. Ну, то есть, понятно, что производство обязывает быть рядом, но, тем не менее, типа, многим людям в регионах суперкомфортно жить, я их понимаю. Ну, типа, вот, я налоги плачу в свой город. Да, у меня же идут по прописке. А у вас ИП или ООО? У нас все было сейчас на моем ИП, вот, мы сейчас переводим на ООО. Ввиду роста вашей выручки, правильно? Да, 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 то есть, нам нужно выходить на НДС, естественно, чтобы мы не схематозили, типа, ну, были в чистой зоне, мы вот открыли ООО, и на нее все действие... Ну, у нас был этот план, в принципе, изначально, вот, мы просто подобрались к этой точке. Кстати, вы рассчитывали уже экономику, насколько сильно вы потеряете ввиду налогового? Да, мы еще, когда привлекали первые инвестиции, вот, полтора года назад, один из инвесторов такой говорит, а что у вас будет с НДС? А мы такие, типа, а как это считать? И насколько сильно у вас сократить? А у нас прибыль упадет на 20%, вот, но сейчас мы, это от той точки мы считали, в текущий момент, мы вот еще раз все это прорабатывали, там оно пойдет меньше процентов на 10%, вот, то есть, тяжелее, да, но, типа, глобально нормально. Ну, в России, к сожалению, нету плавного перехода между УСН и УСН. Кроме дробления, за которое сажают. То есть, типа, у тебя 6, у тебя 8, и потом, добрый вечер. Не, ну, у нас сейчас один, у меня Мурманская область, УСН один, вот, это да. Круто. Я, причем, если ты узнал, что мы один, спустя год как-то внедрили, я считаю, занимался агентством, и... Я даже не думала, что один процент бывает у нас. Есть 5 регионов, где один процент. Но я там родился, как бы, там прописано было... Да нет, я понимаю логику, понимаю. Многие переезжают, это тоже хорошая схема, если там все по закону сделать, то это оптимизация налогов. Все-таки, я хочу узнать, как вообще вам в партнерстве, тяжело ли это, и какие это несет за собой издержки. Ничто не чуждо двум людям, и конфликты, и, там, моменты победы, и поддержка, как бы, в этом на самом деле ничего уникального нет. Вопрос только в том, что партнерство – это, как бы, такая ячейка, в которой нужно с гораздо большим уровнем ответственности работать над взаимодействием. Потому что, если, допустим, там, просто там с другом как-то решаешь вопросы, ну, там, многие моменты можно спустить, на тормозах как-то там растянуть. А здесь может бизнес страдать, если вдруг там, ну, два человека не могут там о чем-то договориться. Вот, поэтому мы изначально, ну, у меня опытов партнерства было больше, а предыдущий бизнес делал в партнерстве. И мы с самого начала, когда начинали, там, я сразу же там взял инициативу с точки зрения какой-то некой уже такой регламентации, как мы дальше будем взаимодействовать. То есть мы сразу договорились о каком-то партнерском соглашении, вот, как будем в случае чего выходить, как будем решать проблемы. К слову, мы к нему ни разу не вернулись за все время к этому соглашению. То есть я даже не помню, сейчас какие там... Обстоятельно вы подошли. Ну, да. Зрелый подход. Конечно, ну, мы сразу же сходу, я тоже притащил там упражнения, мы прошлись по всем жизненным ценностям, у кого какие там косяки за собой, кто как смотрит на определенные вещи. Ну, потому что меня еще... Это вы с Данилом так сделали? Да, да. Меня еще по предыдущему бизнесу научили, что неправильно подобранный партнер, это может там поломать очень много процессов и базово, то есть все технические на самом деле детали можно решить, но если вы как-то внутренне там по ценностям не подходите, и у вас есть какие-то прям сильно противоречащие моменты, то такой бизнес обречен, как правило, на большой конфликт потом. Ну, то есть, потому что у одного если ценности один, у второго другие, кто-то кого-то там подведет, расход, и такие случаи, к сожалению, там зачастую они бывают. Вот, поэтому изначально мы очень много общались, я почему-то, когда я немножко стебался, если я говорю, что мы очень долго обсуждали перед тем, как начать, и не только историю про какие-то вот внутренние там компетенции, чем мы можем дополнить друг друга, но в первую очередь, как мы там к жизни относимся, там, какие у нас там есть там сложности, какие там победы, какие мы самые там свои какие-то косяки там друг с другом делились, кто там как косячил по жизни. Ну, потому что тоже показывают так или иначе подходы. Вот, ну и, соответственно, дальше по ходу дела все это развивалось, какие-то конфликтные ситуации, естественно, были, мы их там обсуждали, то есть, там, Дарья поспокойнее, я более вспыльчивый, я могу там дать, ну, какого-то в разнос уйти, вот. Тем не менее, там, в определенный момент сделали правила партнерства, то есть, там, тоже подсмотрели у наших знакомых, оно как бы всегда у нас было, но мы почему-то не делали. Нам понравилось, мы пункты перешили, сделали правила партнерства, там, про взаимоуважение, там, про всякие, ну, и там у нас порядка, по-моему, 20 пунктов, что-то такое. Ну, поменьше, там, что-то, ну, или, мне кажется, 13. 13. 14, короче говоря, это довольно, ну, такая серьезная работа, потому что, ну, бизнес, это такая штука. Какие плюсы и минусы у партнерства? Еще от себя доволен, что у меня первый опыт партнерства, вот, до этого я, ну, мне было сложно с кем-то, типа, разделять место лидера, а денежный поток, потому что я играл, за несколько месяцев до того, как мы с Лешей стали говорить о сместном бизнесе, я играл денежный поток, и там просто увидел, что ребята партнерятся в игре, у них больше результатов. Я стал тоже пробовать партнериться в игре, у меня больше результатов, я такой, может быть, имеет смысл в жизни попробовать, вот, и потом, как раз-таки, вот, получилось это, да, применить. Но, взаимоотношения двух людей, и, как в любых взаимоотношениях, это разговаривать, то есть, в любом случае, отношения будут накладываться на работу, ну, и понимать, что друг перед другом ответственность, то есть, вы как будто бы, не знаю, друг к другу устроитесь на работу. У вас 50 на 50? Да. Как сейчас с лидерством? Да, нормально. Ну, получается, что вы себя позиционируете, ты себя позиционируешь как лидер, или вы в равной степени? Мы, у нас, каждый из нас лидер в своей зоне, просто... И тебе нормально с этим теперь? Ну, потому что, ну, условно, раньше просто не понимал, не видел, да, смысл в этом. Когда я его видел, то отношение поменялось. Вот. Все. Ну, даже в компании есть такой документ, конвенция называется, и там, ну, описывает некие правила, по которым мы живем, как компания. И там есть пункт как раз про мультилидерство, что каждый является в компании лидером, у нас, в принципе, это и на сотрудников распространяется. И каждый осознанно понимает, что он может в неком мультилидерстве находиться, то есть, по своим зонам ответственности, взаимодействии с другими, там, людьми. Поэтому мы лидеры в каждой из определенных зон, то есть, я там больше с командой работаю, то есть, я для них больше, как бы, на человек, который там управлением занимается. Даня больше работает, там, с партнерами, там, с какими-то нашими, там, подрядчиками, с внешним кругом. Вот. Поэтому, в целом, ну, понятно, что иногда бывают ситуации, потому что мы оба лидеры, оба сильные, и, конечно же, были ситуации, когда, ну, мы где-то там что-то там припирались, там, то есть, я там, давай здесь я там выступлю, давай тут я выступлю. Потому что я тоже выступаю, но не так много, как Даня в последнее время, я много выступал там в агентстве, вот. Понятно, что такие ситуации тоже бывают, и на это как бы нормально, потому что у нас нет такого прямо стопроцентного, что, не знаю, один там Стив Джобс, а второй возняк, который где-то там в подвалах ковыряется. То есть, в этом плане у нас есть пересекающиеся зоны, да, одинаково сильные, есть противоположные, которые дополняют друг друга. Вот, поэтому, конечно, бывают такие моменты, но мы их решаем, разруливаем, то есть, где-то кто-то в одну сторону больше, там, погружаясь, кто-то в другую. Поэтому сейчас довольно комфортно. И какие три плюса и три минуса партнерства назовете? Я, наверное, давай скажу для, возможно, вот тех, кто, может быть, планирует партнерство. Первый, мне кажется, очевидный плюс, что ты распределяешь ответственность и распределяешь свое внимание между собой и партнером, значит, на тебе меньше нагрузки на старте особенно. Потому что, когда ты на старте один, тебе нужно за все отвечать, все отделы, все процессы запускать самостоятельно. Как правило, ну, нанимать сразу же сложно людей, только если ты уже вышел из какого-то проекта, заработал кучу денег, у тебя сразу инвестиции, либо просто привлек инвестиции и знаешь, как строить сразу же модуль, да. Но если ты там плюс-минус как-то проект запускаешь с нуля, одному сделать будет гораздо сложнее, потому что ты и маркетолог, ты и продажник, ты и организатор исполнения обязательств, ты и бухгалтер, это все как бы. Мы распределили зону ответственности, у меня сразу за половину голова не болит, то есть я беру только вот эту часть, которая на мне, уже проще. Вот это первый плюс, очевидно. Второй плюс, я скажу со своей стороны, очень классно, когда есть возможность обстучать от партнера свои идеи, переживания и просто банально даже эмоции от каких-то победных штук. Потому что когда ты один, то есть все равно, то есть это определенное такое восприятие, когда сложно, когда кризисный момент, всегда есть с равным с кем поговорить и две головы всегда лучше, чем одна. Ну то есть, вообще чем больше голов в брейншторминге, тем лучше. Поэтому в этом плане это большой плюс, потому что ты не остаешься как бы наедине с своими проблемами и в общем как-то сразу тебе становится легче. Третье, ну наверное, я такой плюс назову, он конечно больше глобальный, но с самого начала, когда ты в партнерстве, у тебя снижается ценность вот я, 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 мое, 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 100% компании. Потому что когда строишь большую какую-то историю, очень важно учиться отпускать долю, продавать долю инвестору, чтобы не 100% у тебя было. Потому что если сейчас посмотреть на крупные компании, там нет такого ни одного владельца, у которого 100%, у них как правило там 30, 40, а все остальное уже распродано стратегическим инвесторам. И условно, когда ты с самого начала начинаешь делать бизнес в партнерстве, тебе уже сразу 100% не принадлежит, и в этом плане дальше проще вот такие сделки совершать, потому что для тебя это уже нормально. Ты понимаешь, что лучше 50% или 20% в 100 миллиардном проекте, чем 100% в 1 миллиардном проекте. Тут, наверное, не распределение ответственности, а распределение нагрузки по большей части. Для кого что, видимо? Ну, просто оно звучит так, типа... Зона ответственности. Зона ответственности. Распределяете, как бы проще исполнять фокус-то больше. Поддержка плюс, то есть когда-то Леша проседал по энергии, когда-то я проседал по энергии, или по времени, да, то есть типа ловили большой загруз, и мы друг друга подстраховывали. Вот. А там или когда заболел кто-нибудь, да, то есть ты перехватываешь зоны на время и помогаешь, вот. На этот, ну... В отпуск спокойно можно уйти. Серьезно? Вы спокойно уходите? Да, конечно. Вообще это, ну, вырубаясь без зазрения совести. Круто. Второй подхватывает, без проблем. Ну, у нас сейчас, в принципе, выстроено так, что мы оба можем уйти, вот. Но поначалу это сильно помогает. И компетенция, то есть у каждого разные сильные стороны, и вы их между собой миксуете, тем самым дополняя друг друга. Леша мне говорит, у тебя есть пробивная сила, типа, ноги там с дверью открывать, а я могу притормозить, типа, этот баланс ловить. Ну, иногда вот у нас это помогало, когда я там могу где-то, все, идем, а он такой, подожди, давай посчитаем, типа, давай оценим. И это при всем при том, что Алексей только что сказал, что более эмоционально во многих ситуациях. Он, Леша, более вспыльчив, но это не относится к прагматичности. Ага, понятно. Вот. Поэтому, типа, это другое. Ну, а минусы, это учиться взаимоотношениям. Это всегда, типа, работа, любые взаимоотношения, типа, с семьей, там, с родителями, с девушкой, с женой или мужем, там, с детьми, да, с партнерами, с друзьями. Это, типа, еще одна отдельная зона, где тебе нужно учиться и прикладывать усилия. Такие пограничные истории вряд ли их можно, там, к минусам относить. Но кому, кому что нужно. Ну, то есть, опять-таки, если, там, человек, у него, он чувствует, что он, прямо, такой, довольно эгоистичный, что ему, вот, в одного, вот, нужна слава, там, все, и он не готов никак этим делиться, наверное, тогда в партнерство лучше не будет идти. Для него это будет минусом. Потому что, ну, партнерство, опять-таки, вспоминаем, неважно, это брак, там, мужчина, женщина, всегда где-то компромиссы, поиск, все же вин-вин, ну, то есть, чтобы всем было хорошо. Вот, поэтому в каких-то определенных, может быть, аспектах, вот, характера, где-то это может быть минусом. Вот, ну, и все равно, как бы, та работа, про которую мы говорим, в каком-то смысле, она может быть, работа над отношениями, она может быть минусом, потому что, ну, ты просто еще одни отношения себе придумываешь. То есть, если бы ты шел один, то тебе бы не приходилось над этими отношениями работать, вот. А тут как бы у тебя может быть там с женой там какие-то моменты нужно решать, там есть еще семья какая-то, родители, а тут еще и партнер, с ним тоже нужно что-то решать, договариваться. Иногда это отнимает энергию. Но глобально это плюс все нам приводит. Но глобально это плюс, да. Поэтому тут сложно очевидные какие-то минусы такие сказать, только если это не связано с суперэго. То есть каких-то констант минусов нет? В итоге суперэго ни у кого нет. Ну супер, наверное, нет. Ну просто тут очень такой сухой подход, что это поможет бизнесу быстрее расти. То есть если мы продадим долю какому-нибудь там крутому чуваку, бизнес быстрее вырастет. То есть вот допустим, я бизнес достаточно сухо рассматриваю, что у меня есть жизненные цели. Прагматичный подход у вас такой же? Я бы не сказал, что у меня прям вот такой подход, потому что мне важно все-таки, кто будет в партнерстве, в команде. С точки зрения там правильности этих людей, да. Ну и по компетенциям, и по внутреннему комфортам. Потому что если в моем партнерстве будет человек, который будет создавать в моей жизни огромное количество какого-то дискомфорта внутреннего. Допустим, я буду не согласен с его внутренними ценностями. Ну какие бы у меня цели не были, я не буду через себя переступать. То есть в этом плане там совсем такой вот категоричный, наверное, у меня такого нет. То есть если говорить про достижение там целей, ну в общем, да, разрезе этого вопроса, то, наверное, да, здесь в каком-то смысле можно сказать, что партнеры могут быть разные. Но для меня первично, чтобы все-таки совпадали ценности и внутренний комфорт. Потому что я тоже многое, там, многие моменты по жизни там переосознал за последние несколько лет. И бизнес это далеко не всегда про только цифры и показатели. Потому что ты можешь к цифрам прийти, но ты очень сильно можешь потрепать здоровье свое, можешь очень долго с какими-то моментами внутренними не соглашаться, не соглашаясь соглашаться по факту. И это приведет к большим психологическим проблемам. Потом придется коучам всяким и психологам или психотерапевтам разгребать это несколько лет, пока ты вернешься в нормальном состоянии. Поэтому, конечно, определенный комфорт, в принципе, и кайф от жизни, он должен присутствовать. А только с правильными людьми этого возможно добиться. Поэтому я считаю, что партнеры могут быть разные, но важно, чтобы вот твое внутреннее состояние сохранялось. Это я согласен. Ну, типа, ценности база. Но это, в принципе, не знаю. Мне кажется, у Леш. С любыми, кто окружает нас, ну, типа, ценности же сходятся. Задам последний вопрос, и он будет про капслокер. Вокруг очень много кофеен, особенно в Питере и в Москве. Вот кофеен прям много. Вендинговых аппаратов тоже много. Вот почему я должна не пройти мимо капслокера? Можно сказать просто, миру нужно больше капс. Ну, все-таки, вот есть кофейня рядом какая-нибудь, есть еще одна кофейня. В одной там какой-то суперэлитный кофе, в другой обычный кофе. Там мне улыбнуться, там будет человек, там кофе будет, ну, стоит примерно столько же, сколько в вашем вендинге. Тут стоит вендинг. Почему? Почему я должна туда идти? У нашего формата есть преимущество. Это скорость, это доступность, это простота, как бы, и добавление, индивидуализация, как ты хочешь. Вот, конкретно про нашу компанию. Можно было бы сейчас красиво сказать, там, типа, у нас там миссия крутая, ценности, типа, там, атмосфера, дизайн. Но вот если быть честными, то люди срабатывали на твой дизайн и на то, что там написано, капслокер или какая-нибудь другая компания. Нет, вообще, ну, серьезно. Мало людей запоминает бренд. Люди запоминают качество кофе и чистоту. Вот два критерия. Все. Типа, если им вкусно, если тут чисто, а приятно, то есть это сервис, да? Если мы даем хороший сервис клиенту, человек к нам возвращается. Все. То есть мы, конечно же, стремимся побеждать в конверсии проходящего трафика. И в том числе, там, новая кофейня, она будет, там, суперэффектная, классная. Она будет реально, там, одной из лучших на рынке. Но глобально эта история в долгую. То есть мы бьемся за качество обслуживания и качество продукта, чтобы люди постепенно, пробуя наш продукт, даже там, на рядом стоящих кофейнях, даже если они визуально там могут не сильно отличаться, понимали, что за продукт именно надо идти в капслокер. И основные результаты и итоги вот этой вот работы, они как раз там будут проявляться на объеме в течение двух-трех лет. И дальше у нас будет все больше и больше кейсов, когда наши кофейни будут побеждать за счет качества продукта остальных. И это, по большому счету, будет главным ответом. Поэтому мы здесь больше работаем стратегически в долгую, потому что, ну, действительно, вот внешние факторы слабо работают. Да, ну, именно вот бренд мало влияет. В кофейни из Бориста бренд влияет. У нас, ну, конкуренты есть, которые там, не знаю, 3000 точек, 4000 точек. Там мало людей, которые знают их бренд, которые типа, о, вот именно за него я поеду. Нет, это маленький очень процент. Ребят, спасибо. Сегодня мы узнали много интересного. Я, в частности, узнала много. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, если есть какие-то вопросы к ребятам, задавайте. Ребят, вы же ответите на вопросы. Конечно. Там телеграм-канал или комменты, пишите. Мы открыты, в целом, как компания, поэтому всегда выбрали. Да, мы оставим под описанием ваш телеграм-канал, там, все явки, пароли. Спасибо тебе за хорошие вопросы. Некоторые были интересные. Некоторые были. Спасибо за некоторые хорошие вопросы. Не, ну, слушай, мы же открыты и честны. Некоторые были драйвовые. Некоторые были драйвовые. В целом, вопросы хорошие. Ну, то есть, пустых не было. Было приятно повести в ребятам. Можем показать сердечко. Не умеешь так показывать сердечко? Не, не так. Так? Средние пальцы и указательные. Так. Ой, как тяжело так оказалось. Нет, подождите, подождите. Какие пальцы? Средние. Соединяешь. Так, средние. Эти безымянные мизины загни. Просто вот так вот сделай, пистолет. Вот, соединяешь. И вот. А, вот так вот. Да, вот все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ребята ответят на все вопросы, которые вы зададите. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова